Мне бы хотелось сегодня все перевернуть и призвать всех нас с вами стать фарисеями. А для начала такая забавная история. Одна бабулечка была направлена кем-то в монастырь, чтобы посоветоваться с неким старцем, отцом Досифеем. И вот она приехала в этот монастырь, а имя у нее вылетело из головы. И вот она ходила и сказала, там священника встречает как раз этого отца Досифея. А имя-то она не помнит, что-то такое вот похоже у нее в голове вертится. И она спрашивает, батюшка, как найти отца фарисея? А батюшка улыбается и говорит, да мать, ты к любому из нас тут обращайся, не ошибешься, все мы тут фарисеи. Я тоже однажды так пошутил, когда был в гостях, еще будучи мирянином. И вот тоже зашел об этом разговор, и я тоже говорю, да вот фарисей это я. И мне человек говорит, нет, а ты знаешь, что такое фарисей, кто такие фарисеи? Ты говорит, что, все заповеди Божии исполнил? Фарисеи это те, кто исполнял закон Божий. Он же не даром стоял в храме и говорил, Господи, я и пощусь два раза в неделю, и десятины всего отдаю. Он исполнял закон. Фарисеи это была такая религиозно-политическая, что ли, партия, которые были ревнителями закона и отеческих традиций. Они его исполняли. Знаете, тоже в 90-е годы, вспоминаю, когда вот началось вот это вот движение духовное в России, покаяние. Помню, кто-то из знакомых мне рассказывал, передавал слова некого старца, не помню уже кого, зарубежного. Ему послушник или кто-то, или из русских кто-то, задал вопрос, когда он предсказывал о том, что Россия будет возрождаться и православие в России восстановится. Он говорит, отче, как же так, как там вообще что-то может восстановиться, когда они так живут, там такое безбожие, такой грех. А старец говорит, зато как будет сладко каяться. И вот, я не знаю, в 90-е годах, наверное, мы с вами, кто в 90-е годы пришел, каялись сладко. Сейчас же нет этого сладкого покаяния. Я не вижу, чтобы люди каялись сладко. И вообще, чтобы каялись. Вот мало этого видно. Мало покаяния у нас. Но ведь у нас и дел нет. Мы говорим, не нужны нам фарисейские дела. Главное, чтобы каялись. Главное не форма, главное дух. Все так. Но форма дух бережет. И если у нас дел не будет, да еще и каяться мы не умеем, то что у нас будет? Мы ни фарисейских дел не можем принести Богу, ни мытаревого покаяния. Смотрите, Господь же говорит про мытаря. Он отошел из храма оправданным более, чем фарисей. Он не говорит, что фарисей был неоправдан. И не говорит, что мытарь был оправдан. А он говорит, он ушел оправдан более фарисея. Но и мытарь был неоправдан, может быть, потому что у него дел не хватало. Ему нужно было еще принести плоды покаяния. А фарисей не был осужден, потому что у него были добрые дела все-таки. Но он стоял и осуждал вот этого вот мытаря, который за ним всех людей. Говорил, я не такой, как эти другие люди. Или как этот мытарь, который за мной стоит. Поэтому мы должны стать фарисеями. Должны научиться их ревности, их исполнению. Вот они были ревнителями закона и отеческих преданий. Вот давайте представим, каким может быть и должен быть нынешний фарисей. Какими мы должны быть фарисеями? Мы должны ревновать о исполнении заповедей божьих, об исполнении апостольских преданий. Ревновать должны о том, чтобы церковные уставы соблюдать и отеческие заповеди. Поэтому, ну представим, я не буду, конечно, все называть, все называть невозможно. Но вот, скажем, заповеди божьи, например, не убей. Значит, фарисей следит за тем, чтобы не убивали, в семьях не убивали, да, не просто убийство какое-то зверское, там, маньячное. Вот, а чтобы в семьях не убивали детей. Не прелюбодействуй. Значит, если брак, то не блудное сожительство, а нормальный, гражданский, в смысле, зарегистрированный брак, а не какое-то блудное сожительство, и венчанный, в лучшем случае еще, да. Вот, это что касается заповедей божьих. Я не буду все заповеди божьи причислять. Апостольские предания. Ну, к примеру, вот первое, что на ум пришло, апостол Павел говорит, что жена в знак власти мужа над собой должна голову платком покрывать. Значит, нужно следить за своим внешним видом. Об этом нам апостол говорит, да. И женщина в платке должна молиться, если она молится без платка, то постыжает свою голову. И внешний вид должен быть соответствующий, не брюки какие-то там, да, а юбка там или сарафан, платье, что-то такое, и мужчины тоже, соответственно. Вот, форма бережет дух. Вот попробуйте, девушки, женщины, пройтись по улице и дойти до храма в платье. Потом то же самое сделайте. И обратите внимание, как вы себя будете чувствовать, кем вы себя будете чувствовать, и как вы можете при этом помнить о Боге, как может внутри вас совершаться молитва. Потом, ну, кто еще может себе такое позволит, попробуйте в мини-юбочке на шпилечках то же самое сделать, дойти до храма, молясь и попробовать ощутить, кем вы себя чувствуете теперь. А потом попробуйте блюд-джинс одеть, еще, может быть, с рваной коленкой там, да, с дырками такими, вот, в кедах, и тоже прийти в храм, дойти до храма, вот, попытаться ощутить себя кем-то и попробовать молиться. Я уверен, что у вас совершенно разные ощущения, совершенно разное мировосприятие будет. Или другой пример. Попробуйте прийти домой, неважно, женщины, мужчины, юноши, девушки, прийти домой и предаться молитве. Но сначала предайтесь молитве, развалившись в кресле, положив нога на ногу. И прислушайтесь к моим ощущениям, как будет идти, как будет течь молитва. Потом попробуйте встать перед иконами и чесать затылок свой. И тоже читать молитвы, и Иисусову молитву, отчинаш, неважно какую. Потом просто стоя смирно, не переминаясь с ноги на ногу. А потом еще сделав земной поклон. И я тоже уверен, что совершенно разные ощущения в молитве будут. И крайней противоположности это вот развалившаяся в кресле и коленопреклоненная молитва. Вот, то есть форма, дух бережет, и апостол нас к этому призывает. Дальше, церковные уставы мы должны соблюдать. Современные фарисеи, да, ревнуют об исполнении церковных уставов, ну скажем, пост. Вот есть посты многодневные, четыре поста у нас, да, и есть посты однодневные. Пощуйся двократ и в седмицу, два раза в неделю. Среда и пятница, постные дни. Фарисей ревнует о том, чтобы посты многодневные и однодневные соблюдались. И, наконец, отеческие предания. Ну, я не знаю, что под отеческими преданиями. К примеру, допустим, для мужчин это ношение бороды. Тоже отеческое предание. Некоторые, знаете, есть такие экстремисты, которые вообще так высказываются очень круто о мужчинах, которые без бороды ходят. Очень круто. Почти что на грани нецензурного такие вот ревнители настоящие. Вот твои сыны современные, да, вот как те фарисеи ревновали, так вот они тоже ревнуют. Вот я вас к этому не призываю. Не будем забывать, что Господь все-таки хвалил мытарева смирение, да, и не поощрил, если не осудил, да, фарисея за осуждение всех людей и вот мытаря, который стоял за ним. Вот, поэтому призываю всех нас с вами стать фарисеями делами и мытарями смирением и покаянием. И вот на эту тему еще одна такая веселая тоже история. Сегодня неделя, ну, седмица начинается, а мытарей и фарисеи, да, сплошная, поста в среду и пятницу как раз нету. Вот, поэтому можно порассказывать веселые истории. И это не последняя веселая история сегодня. Так вот, батюшка в храме рассказал проповедь о мытаре и фарисее, рассказал, как фарисей осуждал мытаря, говоря, что я благодарил вроде бы Бога, лицемерно говоря, что я не такой, как этот мытарь. И обращается к прихожану, говорит, ну вы поняли. Прихожане говорят, да, мы поняли. Ну что вы поняли? Ох, батюшка, хорошо, что мы не такие, как этот фарисей. Вот, поэтому хорошо, что мы не такие, как те прихожане, да. Которые сказали, что мы, не хорошо, что мы не такие, как этот фарисей. Хорошо, что мы не такие, как эти прихожане. Мы-то понимаем, что нужно быть фарисеями. Без осуждения, конечно. Вот, ну и сегодня, сегодня еще память новомучеников и исповедников российских. Но чтобы сохранить вот этот такой жизнерадостный тон, тем более, что я вас, наверное, уже намучил всякими страшными проповедями, хочу тоже на такой мажорной, что ли, ноте закончить. Хочу сказать о том, что сегодня целый сон вот этих новомучеников и исповедников мы чествуем, и знаем их, и не знаем их, те, кто пострадали вот эти безбожные годы за веру, за Христа. Но что их всех объединяет? Их объединяет то, что они сохранили присутствие Духа, и во многих случаях даже с радостью, они осознанно это делали, они осознанно шли на мучения, и в многих случаях с радостью и даже с юмором отдавали, подходили вот к этому, да, моменту, и не теряя присутствие Духа и чувство юмора. Вот почитайте житие священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Илариона Троицкого, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в монастыре в Питере здесь у нас. И вот почитайте, как он на Соловках жил, как он общался с людьми, как его уважали, как он шутил, какие шутки отпускал, поднимал одним своим видом, своим юмором, поднимал дух всем заключенным, потому что и священники, и шпанаты, все, кто там были вместе, уголовники, все вместе там сидели. И все его уважали, начиная от архиерея и заканчивая каким-нибудь щипачом-карманником. Все его уважали, всех он любил, всем уделял внимание, ко всем относился как к равным, и всем поднимал дух своими шутками. Вот и мне сегодня тоже хотелось бы такой некой шуткой заключительной представить вам собирательный такой образ новомучников и исповедников российских. Я не знаю, эта история находит в интернете как некий анекдот, но я думаю, что наверняка что-то такое было, и, наверное, не один раз. Закончилась служба, или, может быть, идет даже служба, и вот в храм открываются двери, в храм заходят красноармейцы с козлом на веревке. Подводят к батюшке козла и говорят, поп, слушай, давай, крести этого козла, а иначе мы сейчас тебя расстреляем прямо здесь. Батюшка не растерялся, говорит, сейчас подождите минутку, я только с козлом посоветуюсь. Вот, наклонился к нему, гладит его по голове, вот, а козел разомлел там, блеет что-то или чувствует что-то неладное. Начал блеять, батюшка ухо к нему наклоняет, козел блеет ему в голову, так идет там минута, другая, 5-10 минут. Вот, красноармейцы уже не выдержат, говорят, ну, чего, поп, крестить-то будешь, козла-то? А батюшка отвечает, да, не могу покрестить. Он отказывается, говорит, что если я покречусь, меня в комсомол не возьмут. Не знаю, чем закончилось, наверное, батюшку этого потом все-таки расстреляли за такие шуточки. Вот, но это показывает то, что батюшка, понимая, что ему грозит, перед чем, перед лицом, чего он сейчас находится, он не потерял ни присутствие духа, ни чувство юмора. Знаете, как есть такая притча, ну, притча, не притча, тоже, наверное, реальная история, и можно таких людей встретить, и в монастырях, и не в монастырях. Некий человек услышал о некоем святом старце, поехал, чтобы посоветоваться, приезжает, смотрит, у него келья вообще пустая, ничего там нет, ни мебели, ничего. Он говорит, тотча, а как так, вот у тебя здесь ни мебели, ничего, ни гардероба какого-то, ничего нету, как ты здесь живешь-то, почему так? Он говорит, а ты почему без мебели? Он говорит, ну я, потому что в путешествии, я же не буду с собой там шкафы таскать. Он говорит, так и я тоже в путешествии. Я не здесь живу, я здесь временно, говорит, а я путешествую в земное, в небесное мое отечество. Вот, поэтому будем вспоминать все это, выгоним всех козлов из нашей души, уподобимся фарисею его добрыми делами и ревностью об исполнении заповедей Божьих, апостольских повелений, уставов церковных и отеческих преданий, и при этом будем иметь в себе любовь и мытарева смирения и покаяния. Аминь.